Поехали. В общем, начнем мы немножко с конца лекции. Как раз сейчас будем говорить про language-модельку. И в качестве датасета я когда-то зашел на какой-то странный сайт и слямзил оттуда некоторое количество эльфских имен. Сейчас мы попробуем на них обучиться и посмотреть, как это работает. Давайте мы постепенно пойдем. У меня ноутбук уже активен, я тут в принципе все прогнал. Но сейчас я подумаю, как там лучше сделать. Ну ладно, если что, перепрогоним. Времени у нас вроде достаточно. Значит, смотрите. Вот, собственно, общий смысл того, как все будет происходить. У нас есть токены. Поскольку мы хотим делать генерацию имен, логично в качестве токена взять просто символы. Ну, чтобы была посимвольная генерация. Вот, мы возьмем токены, их закодируем. У нас будут какие-то индексы. Перегоним их в имбеддинге. У нас, получается, для каждого символа будет свой имбеддинг. Дальше мы это все запихнем в RNN-ку. И будем предсказывать логиты для следующего символа. Вот, в общем, тут у нас есть датасет, который… У нас будет три специальных символа. Это, собственно, beginning of sequence and of sequence. Так, у меня же запись идет. Да, запись идет. Которые нам нужны, чтобы одно доклеиваться слева, второе справа. И также нам нужен паддинг. Потому что у нас имена разной длины. Поэтому, чтобы их запихнуть в неронг, нужно их западить, чтобы они были одинаковые длины все. Вот, и значит, тут я просто по выборке считаю максимальную длину, которая есть. А из того, что тут еще полезного есть в этом датасете. Собственно, getItem у нас работает так, что мы просто берем очередное имя, значит, кодируем его. Под кодированием здесь понимается вот то, что мы перегоняем его в индексы и добавляем вот эти два специальных токена в конец, в начало. Потом его загоняем в нужную длину, что, ну, типа, недостающие токены мы просто нулями, ну, вернее, индексом паддинга забиваем, но по факту это ноль будет. Вот. И вот так вот все это будет выглядеть. Давайте посмотрим, как у нас кодируются имена. Сейчас. А имена в целом выглядят вот. Давайте мы тоже их распечатаем, посмотрим. Что-то будет. Как-то вот так. Они тут в алфавитном порядке. Ну, вот, в общем, какие-то символы. Изначально они, по-моему, были, некоторые Unicode-символы встречались, но я их специально нормализовал до этого. Вот. Так что теперь тут просто латиница. Вот. В общем, когда мы слова закодировали, они выглядят у нас примерно вот так. Значит, смотрите, у нас один это BendingNovSequence, два это конец последовательности, и ноль это паддинг. Вот. Значит, вот так вот у нас выглядит генеративная моделька. В ней есть имбединг, в которой мы, ну, столько имбедингов, сколько символов у нас будет получаться. Дальше у нас есть один слой RNN, по умолчанию в торче эти штуки работают так, что они... Давайте я покажу. RNN, RNN. По умолчанию они берут в себя последовательность вот в таком формате, что у нас есть сначала длина, потом батч, потом размерность. Вот. Мне и многим другим гораздо удобнее работать, вот когда батч идет первый, и поэтому вот есть специальный параметр, который по умолчанию false. false. Вот. Я предлагаю его ставить всегда true, и, в общем, на самом деле вам тоже советую, чтобы не путаться. Вот. Поэтому везде прописываю, где нужно батчферст. Есть линейный слой, который у нас выдает вот вероятность символов из словаря. Лучше? Супер. Хотя, ну ладно, теперь не так удобно. Ладно, пойдет. Ну и последовательность, значит, длина. Тут идут некоторые хитрые хаки, чтобы сделать эту штуку быстрее. То есть вот мы изначально кодируем наши эмбетинги, перегоняем их в векторы. Дальше идут такие две парные функции. Называются pack-patted-sequence и pad-packed-sequence. Значит, они делают обратные вещи. У нас есть два варианта, как хранить последовательность переменной длины. Собственно, можно ее хранить запаженной, когда она у нас является как бы единым полным тензором, просто недостающие элементы покрыты нулями. И второй вариант ее хранить в запакованном виде, когда она, по сути, является листом объектов разной длины. Вот. И в торче все RNN-слои умеют работать с вот этими пакт-последовательностями, когда у нас нет нужды в холостую гонять нули по падингу. Да. И поэтому, чтобы вот лишний раз что-то не считать, вместо того, чтобы нам гонять вот эти нули, которые в последовательность, мы можем запаковать последовательность вот с помощью вот такой функции, ее закинуть в RNN-ку, которая нам вот посчитает выходы, которые нужны, и потом ее аппаратно западить, чтобы уже запихнуть в линейный слой. Так просто будет быстрее работать. Вот. И поэтому здесь вот эти две функции применяются. Вот. Значит, для того, чтобы нам запаковать запашную последовательность, нам нужны длинные, ну потому что иначе функция не поймет вообще, где заканчиваются последовательности, поэтому мы их сюда тоже передаем. Вот. Ну, тоже batch first, как и LSTM, потому что здесь это нужно. Еще он по умолчанию хочет, чтобы последовательность была отсортирована. Мы делаем так, чтобы этого не было, поэтому вот пишем здесь false. Ну и вот мы, получается, прогоняем это все через один слой RNN. Вот. Вот так вот выглядит. Где у нас вот есть размерность входная и есть размерность вот этого скрытого состояния. Вот. Тут довольно маленькая неравка, потому что тсет очень простой. Вот. Собственно, так будет работать наш forward, который мы будем вызывать при обучении. Дальше идет, давайте мы тоже сразу на это место посмотрим, inference, который нам будет обеспечивать генерацию. Значит, смотрите, что мы делаем. Значит, исходно мы задаем какой-нибудь префикс. Можем начать с пустого префикса, тогда у нас будет не conditional генерация. Можем начать какой-нибудь, задать какой-нибудь префикс, например, там несколько букв, с которыми мы хотим начать наше имя. Вот. И их засунем. Значит, вот. Значит, первое, что мы делаем, мы кодируем наш префикс и перегоняем его в Torch. Дальше мы генерируем эмбеддинги для префикса и вот их загоняем в RNN-ку. И, значит, сэмплируем первое слово. Как это происходит? Вот у нас наша нейронка для каждого очередного шага выдает логиты, линейный слой. В Torch есть категорика распределения. Вот оно вот так вот выглядит. Мы можем просто передать ему логиты и просэмплировать. Вот. Очень удобно. И потом вот ко всем текущим токенам у нас добавляются новые токены, которые мы только что просэмплировали. Вот. Здесь у меня сделано так, что оно работает только для бача, равное одному. Вот. Там потом дальше мы посмотрим еще модельку, где я то же самое заимплементил просто для произвольной длины бача. Вот. Значит. Ну и вот дальше мы смотрим на условия. Вот. Мы будем итеративно генерировать новые токены. Пока либо у нас последовательность не стала слишком длинной, либо пока мы не сгенерировали токен, который обозначает конец последовательности. Ну и вот. Для того, чтобы нам RNN не гонять много раз заново, вот смотрите, здесь я сгенерировал этот hidden. Здесь вот вместо того, чтобы прогонять по всей последовательности, я буду прогонять RNN только по новым токенам. Видите, вот. Я тут перегоняю новые токены в имбеддинге. Применяю к имбеддингам и предыдущему hidden состоянию RNN-ку и получаю выход и новое hidden состояние. И получается вот мой... Вот этот мой output, это не все предыдущие токены output, а вот токены для новой позиции. Поэтому тут оптимальный inference написан. Если было не задумываться, можно было просто каждый раз гонять все, но тогда мы получили квадратичную сложность всего этого дела. Ну, потому что у нас N раз применяется RNN-ко от N, получается. Вот. Здесь же это все сделано линейно. И по-хорошему так это и надо реализовывать. Ну и после этого мы опять же получаем вот эти логиты для новых токенов, сэмплируем, доклеиваем, ну и делаем это все, пока вот эти наши два условия на выход из цикла не сделаются. Ну вот, дальше потом в конце мы вот эти токены, которые получились, мы их просто с помощью нашего словаря декодируем и собираем обратно в строчку. Давайте посмотрим, как это выглядит. Где мы сбрасываем стены у RNN? Нигде. Сейчас. Ну, то есть она же помнит предыдущие токены, которые мы искорнили. Почему мы ее два раза не сделали? Значит, как это работает? Вот здесь, в первый раз, когда я подал, я сюда не передаю hidden. То есть вот здесь у меня есть hidden, я его передаю, а здесь нет. Если мы посмотрим на документацию, то там написано, что если его не передавать, там, по-моему, будет ноль. То есть мы изначально стартуем с… Вот, defaults to zero if not provided. То есть если у нас нет никакого скрытого состояния, то на первом шаге это ноль. Вот. И здесь это точно так же будет. Вот у нас сейчас GRU, LMSD или это defaults? Чего еще раз? Это что сейчас? GRU, LMSD? Это RNN. Это просто самый простой RNN, да. Давайте сразу покажу, что вот у нас есть recurrent layers. Вот. Есть RNN, LSTM, GRU. И если мы вдруг хотим одну ячейку, которая будет обрабатывать чисто один элемент последовательности, то вот есть RNN, LSTM, GRU, CELL. Вот. А это умеет сразу всю последовательность. Так. Ну что, давайте попробуем запустить. Вот. Значит, я модель переопределил. И просто сделаем для нетренированной модели inference по пустому запросу, по пустому префиксу. Ну вот получается какой-то мусор. Теперь давайте пробуем обучить. Значит, в первой версии этого ноутбука, о которой я рассказывал в прошлом году, он у меня вообще был без GPU. И все спокойно училось. Потому что, ну да, новых очень мало. Там что-то типа 700 вот таких вот маленьких строчек. Все очень быстро учится. Ну давайте запустим. Получится пока. Ну в общем видно, что лос падает. Значит, да, по поводу… А, слушайте, да, пока учится. Вот я важную вещь скажу. Значит, как это все дело правильно учить. Значит, смотрите. Вот нам из нашего датасета приходят токены и их длины. И нам нужно, чтобы когда мы предсказывали… Ну когда мы учились, нам нужно, чтобы мы вот по токену предсказывали следующий токен, который за ним идет. Поэтому мы делаем, смотрите, вот такую хитрую вещь. Ну, во-первых, я точно так же, как в прошлый раз, обрезаю все до максимальной длины, чтобы опять лишние эти паддинги не гонялись. Потом, смотрите, в модель я засовываю не все токены, а все токены до предпоследнего. То есть вот у меня вот эта размерность бача, то есть ее берут целиком. А здесь кроме последнего. Поэтому вот такая индексация до минус первого. И длины тоже на один уменьшаю. Дальше мне возвращаются логиты. Учитывая специфику того, как работает кросс-энтерпия, мне нужно тут транспонировать, чтобы оно было в правильном порядке. И в качестве таргета я подаю токены уже наоборот от одного до конца. То есть у меня для нулевого токена вот здесь таргетом будет первый токен вот отсюда, для первого второй. Для минус второго будет минус первый. Вот поэтому здесь я делаю до минус первого. Здесь начинаю от первого. Вот это принципиальный момент. Если этого не сделать, у нас никакая языковая модель коучиться не будет, потому что мы будем пытаться предсказать по токену его же самого. А это не то, чего мы хотим. Вот поэтому у нас лосс падает, все более-менее учится. Тут я не очень правильно делаю, что у меня нет вализационной выборки никакой. Я все делаю по обучению. И если это делать неаккуратно, мы просто можем выучить обучающую выборку и будем генерировать только ее. Кажется, это не совсем то, чего мы хотим. Поэтому по-хорошему тут надо было какую-то валидацию завести и смотреть, как на ней себя лосс ведет. Но тут я поленился, поэтому только вот так. Ну и давайте посмотрим, что тут есть. Вот, значит, моделька, которая обучилась, вот такие вот имена выдает. Вроде как что-то адекватное. То есть сравнивая с тем, что было исходно, просто какие-то случайные наборы букв, получается как-то вот так. Ну давайте мы попробуем по какому-нибудь префиксу что-нибудь сгенерировать. Например, ну вот я первые две буквы своего имени сюда введу. Посмотрим, что будет. Вот, в общем, первые две буквы у нас сохраняются, а дальше мы запускаем процесс сэмплирования. Ну и вот что-то, что-то выходит. Можем еще что-то попробовать. Кажется, это похоже на имена. Ну просто это же эльфийские имена, а не человеческие, поэтому... Давайте датасет посмотрим. Данные, это просто какие-то эльфские имена, которые я нашел на каком-то сайте и просто забрал себе. Сейчас, как он это называется? Не учится предсказывать. Генерировать. А вот и на сайте смотрели, да? Ну вот они были. Давайте, ну... Ну, наверное, можно. Вот. Может, тут это нерегулярными выражениями занимаемся. Вот, 900 слов. Вот они выглядят вот так. Ну, может быть, какое-то тут регулярное выражение можно применить, но кажется, не так очевидно, как его сделать. Ну, то есть тут явные окончания разные. И какие-то морфемы тоже. Ну, наверное, можно вычленить какие-то там морфемы. Вот, но это надо постараться. А тут модельку мы легко накидали и обучили. Плюс я говорю, изначально этот ноутбук был только на CPU и тоже довольно быстро училась. Так что все здорово. Так, дальше идет часть, которая у меня не очень получилась. Я честно вам признаюсь, у меня не получилось сделать нормальные кэпшены. Не знаю, что я делал не так. В общем, возможно, мы сейчас найдем какую-нибудь проблему. В общем, давайте делать все то же самое, вот как здесь, один в один. Только будем опуславливаться там не на что-то, там непонятное, например, на токен BOSS, который мы подаем, а на эмбеддинг картинки. То есть вот у нас есть сверточная сеть, которая предобучена на ImageNet. Она умеет нам выдавать эмбеддинги для картинок. И давайте мы попробуем на нее обусловить нашу генерацию текста. И тогда мы, по идее, должны получить модель, которая умеет вымочить кэпшеню. Вот, давайте попробуем это сделать. У нас времени достаточно, чтобы все еще получилось. Вот, в общем, как-то так выглядит датасет. Если мы посмотрим на какую-нибудь картинку из него, то вот у нас вот есть целых пять описаний, возможных к этой картинке. Вот картинка, соответственно. Ну и что? Ну вот давайте попробуем на что-нибудь такое обучиться. Вот, у меня тут ход очень колхозный. Я извиняюсь, если будете сами что-то делать, то не пишите так. Потому что очень плохо это все смотрится. Вот, значит, тут я немножко экспериментировал с разными штуками. Сейчас покажу, почему пришел в конце концов. Значит, давайте мы первое еще сделаем. Мы сгенерируем, возьмем модельку сверточную, предобученную. У меня тут MobileNet, например, есть. Просто потому что я его скачивал до этого. И попробуем, ну, первое, что мы сделаем, мы пройдемся просто по всем картинкам из датасета. Правильные к ним применим трансформации, чтобы они были, ну, такие же, как для обучения на Меджинайте. И чего? И просто, ну, сгенерируем имбеддинги. Так, мне, наверное, сейчас. Давайте batch size увеличим, чтобы оно побыстрее считалось. Ну, пока считается, посмотрим, что тут дальше. Что-то интернет не очень хороший, видимо. Ну, ладно. Да, мы хотим генерировать по картинке подпись к ней. Ну, смотрите, вот у нас до этого были, ну, чего тут, значит, RNN, да. Вот когда мы делали генерацию, мы задавали какой-то префикс. В случае, если префикс пустой, мы давали просто токен начала последовательности, и вот из него запускали генерацию. А этот самый скрытое состояние первое, которое у нас тут было, оно было нулевым. То есть мы его тут не передавали, и оно по умолчанию нулевое делается. Давайте мы теперь в качестве начального состояния будем брать не нулевой вектор, а вектор, который отвечает имбеддингу картинки. То есть мы как бы информацию про картинку будем запихивать в RNN через вот этот скрытый вектор, и надеяться, что вот таким образом RNN поймет что-то про картинку и сможет сгенерировать подпись. А имбеддинг картинки происходит из предобученной сверточной нейронки. Мы взяли просто вот, сейчас они у меня генерируются, взяли обученный MobileNet, вот, и вот, кстати, они уже сгенерировались. Вот они такие. То есть вот у нас вот столько обучающих картинок, такой размер представления для него, и вот такой тестовый. Значит, точно так же мы поделим капшены, потому что там, ну вот, как я показывал, у одной картинки обычно больше одного капшена. Нам нужно капшены тоже в соответствии с картинками поделить. Дальше мы сделаем словарик, то есть для генерации имен у нас были символы в качестве элементов словаря. Здесь уже надо взять какие-то более-менее слова. Я опять возьму стандартный токенайзер из торча просто. Вот. Ну и вот у нас вот такой размер словаря получилось, порядка 9000 токенов. И я добавляю сюда 4 специальных токена. Собственно, BOSS, EOS и Padding, которые у нас были и до этого. И еще вот, как в прошлый раз, специальный unknown токен для слишком редких слов. Вот. Тут, значит, я смотрел на распределение, которое имеет длины слов. Вот на трене это выглядит как-то так. И давайте мы максимальную длину последовательности ограничим просто 40, потому что все, что больше 40, это какой-то прям хвост, который, ну, нас не очень интересует. Это какие-то очень редкие капшены. Вот. Все это выглядит вот так. Значит, вот у нас имя файла картинки, вот его капшен, вот он попаршенный с помощью токенайзера. Так. Дальше датасет, который, по сути, точно такой же, как и предыдущий. Единственное отличие, что мы здесь для какого-то очередного капшена еще выдаем имбединг картинки, которые соответствуют картинке, которая к этому капшену. Вот. Дальше идет код, за который мне очень стыдно. Вот в этой конкретной ячейке это можно было написать как-то адекватно. Вот. Но я писал так, потому что мне было очень, очень не хотелось думать. Вот. Сейчас мы подождем этот цикл, который, по сути, квадратичный по размеру выборки. Вот сейчас он досчитается, и мы дальше перейдем. Так, значит, давайте мы... Давайте я сейчас запущу обучение, потому что оно там будет не очень быстрым. И пока оно учится, мы разберем, разберем, как модель работает. Значит, смотрите. У нас будет точно то же самое, как и в прошлой модели. У нас будет имбединг, такой же, как и раньше. У нас будет только теперь не RNN, а я взял LSTM. Ну, просто чтобы было чуть посложнее. Вот. И взял линейный слой. Только для небольшой регуляризации я перед линейным слоем добавил еще Dropout. Вот. Значит, в LSTM, помимо всего прочего, ну, как и на самом деле в любой другой из этих трех, можно специфицировать количество слоев. То есть у нее есть такой параметр число слоев. И вместо того, чтобы нам руками их там как-нибудь забивать в sequential, это можно просто здесь прописать, и оно автоматически все сделает за нас. То есть по умолчанию слой 1, вот. Ну, если мы зададим этот параметр там каким-нибудь другим, то вот у нас будут две статнутые LSTM-ки друг поверх друга. Вот. У нас будет меняться размерность скрытого состояния. Она будет типа… Вот это H. H умножить на число слоев. Оно будет больше становиться просто. Потому что у нас для каждой LSTM-ки будет свое скрытое состояние. Вот. И значит… Ну, нам просто нужно вектор параллельной размерности выдать. То есть вот тут вот… Ну, в общем, он сам. Давай там, мы еще и выжимаем. Ну, да. Типа того. Да, нам просто выдается выход типа с последнего слоя LSTM. Значит, что тут? В первую очередь нам нужно сконвертировать наш имбеддинг картинки в нужную разметность. То есть вот он приходит большой размерности. Нам нужна размерность вот такую, типа скрытая размерность на число слоев LSTM. Ну, и нет более простого способа привести одну размерность как другой, просто применив линейный слой. Вот. Соответственно, мы берем один линейный слой, который нам будет конвертировать имбеддинг картинки в H, скрытый вектор. Ну, и второй точно такой же, который будет конвертировать в C, скрытый вектор. Вот. Поскольку они немножко разные по смыслу, давайте мы не будем смешивать. И для каждого подберем свой линейный слой. Вот. Будет выглядеть вот так. Тут, наверное, можно было без активации сделать. Я просто ее на фиг в случае добавил сюда. Но хуже она явно не сделает от этого. Ну, и в общем, да. Теперь, когда мы делаем forward, у нас, по сути, точно такой же forward, как был в случае с генерацией имен. Просто добавляется еще вот этот вот самый первый этап. Когда у нас генерируются, ну, имбеддинги, картинки, которые приходят, перегоняются вот в начальное скрытое состояние H и C. И тут их нужно к правильному размеру привести просто, чтобы они засунулись в LSTM. Вот. Тут, на самом деле, ничего, как говорят, никакой rocket science тут не происходит. Просто применяем линейный слой. И потом мы вот эти два вектора H и C, которые в LSTM передаются как tuple, мы их продасовываем. И, по сути, все то же самое. Просто у нас, вот как я говорил, если бы мы их не передали, они бы инициализировались нулями. Мы вместо этого инициализируем их информацией, которая про картинку что-то знает, которая содержится в имбеддинге. Вот. А тут все то же самое остальное. Вот у нас есть штука, которая пакует последовательность. То есть вот штука, которая, наоборот, падет. Загоняем в линейный слой и вот получаем точно так же. Ну и здесь вот, когда мы говорим про inference, опять же, все происходит абсолютно аналогично тому, как мы делали с именами. Единственная разница, что нам сначала, ну то есть мы начинаем не с босса, хотя на самом деле начинаем все равно с босса, потому что нам нужно что-то подать для первой ячейки. То есть у нас в качестве скрытого состояния подается HSC, который от картинки зависит, а в качестве входа сначала подается закодированный босс. Ну и потом у нас, как в любой другой языковой модельке, мы будем генерировать новое слово и подавать его на вход дальше в LSTM. Единственное, что тут, поскольку у нас как бы модель не генеративная, а по сути мы какую-то задачку хотим решать, вместо того, чтобы мы генерировали из распределения, которое нам дает нейронка, давайте просто будем брать самый вероятный токен, ну и его доклеивать. Вот, разница такая. То есть мы не сэмплируем, а берем с помощью же одного алгоритма. Вот, и значит точно так же здесь можно, во-первых, я тут проверял, что правильный выход, всего этого безобразия получается. Тут, правда, надо написать вот так вот, чтобы было правильно. Вот, но суть это не меняет. Проверяем, что правильный выход. У нас получается батч на размер, на длину последовательности, на размер словаря. Ну и вот здесь так делает inference необычная моделька, тут просто случайный набор слов, должен быть по сути. Ну и вот, если присмотреться, то никакой закономерности в этих словах нет. Дальше это все дело учится. Учится точно так же с помощью кросс-энтропии. И мы опять же, видите, вот здесь вот на вход мы подаем токены до минус первого, не включительно. В качестве таргета передаем, начиная с первого, чтобы мы предсказывали следующий токен. То есть тут у нас, как бы, несмотря на то, что вроде как какая-то детерминированная задача, а не генеративная, мы все равно используем точно такую же структуру языковой модели, потому что хотим последовательно генерировать текст для картинки. Вот. Поэтому процедура обучения точно такая же. И, в общем, последнее, что мне вам нужно рассказать, это как это все дело оценивать, потому что loss – это здорово, но хочется понимать вообще, насколько, ну, хочется какую-то метрику иметь, чтобы понять, насколько мы хорошие caption генерируем. В общем, для этого есть метрика blue. Дай бог память вспомнить, как она расшифровывается. В общем, вот так. Bilingual evaluation understudy. Это метрика, которую чаще всего применяют для перевода, чтобы понять, насколько у нас хороший перевод по сравнению с референсом. Вот. Здесь мы ее тоже можем использовать, потому что, ну, у нас вот есть несколько вариантов в датасете captionов. И мы тоже какой-то caption генерируем, можем эту метрику посчитать. Значит, она считается некоторым сложным образом. Я могу вам показать формулу, чтобы вы испугались. Вот. Хотя, на самом деле, я вам лучше из блог-поста покажу, который я видел. Да, вот от гугла. Тут, по-моему, более наглядная была формула. Вот, в общем, вот такая. Если вкратце, что она делает, она считает n-граммы, совпадение n-грамм между нашим предсказанием и различными референсами. То есть у нас эта метрика использует несколько референсов. То есть у нас обычно, когда какую-нибудь другую метрику считаем, у нас обычно один таргет. Тут, поскольку, ну, задача более сложная, переводы или вот разметки, написание captionов к картинкам, тут есть возможность поддерживать несколько референсов. Ну, потому что, опять же, вы одно и то же слово, одну и то же фразу на одном языке можете на другой язык перевести по-разному. Ну, и как бы не хочется, чтобы модель от этого страдала, что мы ее слишком жестко оцениваем. Вот, поэтому она поддерживает несколько референсов. И, в общем, она считает совпадение разных n-грамм. То есть мы смотрим вот на юни-граммы, то есть совпало ли одно слово из перевода или нет. Смотрим, там, 2 граммы, которые подряд идут, 3 граммы, 4 граммы. В общем, по умолчанию их берется 4, хотя это можно настроить. Вот, после этого берется по вот этим вот precision попадания по этим n-граммам, берется среднее геометрическое. И есть еще дополнительный штраф, что у нас длина нашего перевода отличается от длины референса. Вот такая вот странная штука, но используются все. Это как бы не самая лучшая метрика, которую можно придумать, потому что у нее тоже есть свои недостатки. Но, к сожалению, ничего лучше нет. Поэтому это такая прям самая популярная метрика для всяких задач типа перевода. Ну вот, и нам она тоже будет полезна. Тут вот есть такая шкала, которая говорит, типа, насколько хороший перевод. Вот, если эта штука меньше 10, то, в общем, мусор там. Начиная с 10 начинается что-то более-менее адекватное, а что-то более-менее юзабельное начинается с 30. Вот. Давайте посмотрим, что у нас тут по результатам. Вот, я надеюсь, что оно уже достаточно получилось, чтобы посмотреть. В общем, для случайного предсказания у нас Blue 0, ну, потому что это там не какая-нибудь окурси, которая там, мы просто случайно попали в класс, и там у нас что-то посчиталось. Вот, тут типа для случайного перевода, ну, в нашем случае для случайного капшена, это прям ноль. Там, может, конечно, в каком-нибудь, не знаю, седьмом знаке после запятой там есть что-то больше нуля. Вот, но глобально ноль. Вот. Если мы посмотрим на то, что у нас тут получается, вот. Значит, вот у нас обучение идет, лос на тесте падает, как и на трейне. Вот. Но, к сожалению, по Blue тут все не очень здорово. Так, почему-то у меня здесь буквы местами перепутаны. Ладно, я это починю потом. Давайте сейчас еще одна точка посчитать, я остановлю, чтобы нам посмотреть, как модель работает. Спойлер, она нифига не работает. То есть, ну, видно, что учится, и лос какой-то получается. Вот, и Blue, теперь видите, он, типа, сильно не случайный. То есть, в районе 10 получился после 5 эпох обучения. Вот. Сейчас, наверное, еще посчитается. Кстати, алгоритм вычисления этого Blue почему-то очень долгий. Ну, потому что там всякие эти эндграммы считаются по предложениям. И, в общем, если вот мы посмотрим на этот кусок, где у нас по тесту выборки считается Blue, то мы увидим, что, типа, да, она упала. Вот, стопнем пока. Занимает гораздо больше времени подсчет самого Blue, чем генерация предсказаний модели. Вот, в общем, если мы посмотрим на то, что получилось, в общем, моделька работает довольно плохо. вот, то есть, она генерирует какие-то более-менее смыслные предложения, то есть, это теперь явно не случайный набор слов, но в большинстве случаев они имеют очень мало общего с картинкой. То есть, вот, например, предсказание вот такое. Или такое. Или такое. В общем, за то время, что я вчера пытался сделать этот ноутбук, у меня это починить не получилось. То есть, вот, все модели работали примерно вот так, что бы я ни делал. У меня есть еще одна версия, что можно попробовать, чтобы заработало. Вот сейчас, наверное, мы это и сделаем. Но, в целом, так себе. Я, конечно, не исключаю, что есть какой-нибудь баг, возможно, который я не успел заметить. Вот. Но, тем не менее, значит, что мы точно можем отметить, даже из этого дурацкого примера, который видно, модель учится, в действительности у нас лос падает. Там, блю сильно лучше, чем случайный. Вот. Версия, почему не работает, у меня была такая, что, типа, возможно, нам плохо, если мы подаем, если мы информацию про картинку подаем только в, вот, изначально в вектор скрытый, давайте попробуем имбеддинг картинки конкотенировать со входом и подавать на каждом шаге. Я не уверен, что это заработает, но, типа, можно попробовать. Что я сейчас как раз и предлагаю сделать. Значит, давайте мы заведем еще один линейный слой, который нам будет конвертировать во вход. Да, но, возможно, оно просто, типа, оно забивало там на картинку и просто училось генерировать осмысленные тексты как не обусловленная моделька. Вот. Я как бы не гарантирую, то, что мы сейчас попробуем, заработает. Вот. Но давайте попробуем, вдруг лучше станет. Значит, нам нужен линейный слой в размерности имбеддинга. Embeddim. И здесь нам нужно LSTM с обходом вдвое больше, чтобы мы сконкотенировали имбеддинг от картинки и имбеддинг от очередного токена. Так, давайте попробуем. Значит, здесь Обзову. Так, решейпить, наверное, никак не надо. Мы сейчас это просто сконкотенируем. x Значит, у нас b на e. Так, значит, вот этот имбеддинг у нас bl на e. Значит, давайте мы эту штуку имбеддинг мы вот эту штуку сделаем и repeat squeeze1, чтобы оно было типа b на 1 на e. И теперь мы... Сейчас. Я не понимаю, как это делается. Наверное, вот так. а вон за специфай dimension. А это это как работает. так, но, видимо, как раз мне нужно сделать repeat1. Тут тоже будет 1, а здесь будет вот так вот. и теперь их надо сконкотенировать. Я не знаю, что сейчас получится еще хуже, вот, но я не думаю, что мы что-то потеряем от того, что попробуем. Так. сконкотенируем. Я думаю, что не очень. типа мы просто по сути увеличили размерность LSTM входную на 2. Ну, чуть-чуть дольше, конечно, но я думаю, что не критично. Так. И нам нужно inference тоже поменять теперь. Так. и, значит, это надо в embeddingе добавить. Сейчас как бы это сделать правильнее. Сейчас новые токены у нас имеют размер. Значит, батч на токены, сейчас на 1 токен, на размерность имбединга. То есть нам нужно вот это сделать. Сейчас. Torch cut. Значит, имбединге image x. Нужно сделать unsquiz. Сейчас мы это, наверное, сразу вот здесь сделаем. Первое. unsquiz 1. и сконкатинируем их вот тоже вдоль. А, вот это я, наверное, забыл добавить. Нам нужна конкатинация по минус первому, а не по первому. Потому что мы хотим конкатинировать по размерности имбединга, а не по длине. И здесь получается то же самое. Так, ну что, интересно, получится что-нибудь или все навернется сейчас. Скорее всего, навернется. Нет, не навернулось. Вау. Что, может быть, это даже значит, что у нас сейчас что-нибудь получится? Интересно. Так, давайте я тем временем поменяю название, а то тут мне прям это глазам больно. Так, ну параметр стал чуть больше. Было 5 миллионов, сейчас будет 6. Докинули миллиончик. Так, и вот здесь наверное надо поменять. Блин. Да, верно. Так, супер. Сейчас опять проверим, что у нас инференс работает. Ну, вроде работает. Ну, либо я как-то там набагал так, что оно не ломает модель, что маловероятно, но все еще возможно. Я, честно говоря, слабо верю, что это улучшит ситуацию, потому что у меня есть ощущение, что бага в каком-то другом месте. Что как будто, не знаю, может я там им беденькие картинок, где-нибудь путаю, они там неправильно и даются. Вот, но надеюсь, что все нормально. Ну, что в какой-то момент, когда я экспериментировал, я попробовал имбеддинги заменить на случайные и стало прям заметно хуже. то есть там Блиу даже до 10 не дорастал. Там уже, не знаю, трех. Так, посчиталось. Ну, поехали. Ну, стало медленнее, но не сильно. Сейчас может даже лосу снять лучше. Может такое быть, в принципе. Так. Знаете чего, я забыл еще одну штуку рассказать, которую мы договорились вам рассказать, потому что она будет нужна в домашке. Давайте пока она учится, я вам ее покажу. сейчас скорее всего мне нужно будет взять отходить из прошлого года, что она там точно была. Это про то, как сделать код воспроизводимым. Значит, давайте я добавлю в ноутбук, потому что функция выглядит вот так. Так, это не тот ноутбук, это не тот ноутбук. Надеюсь, я правильно написал слово. В общем, функция выглядит вот таким вот образом, и она помогает сделать выполнение более-менее детерминистическим, что у нас фиксируется инициализация гиперпараметров и фиксируется порядок в боче объектов. Потому что, по сути, это две главные случайности, которые у нас есть при обучении. Это исходная инициализация и то, в каком порядке бочи перемешиваются. вот, кажется, вот эта штука не совсем до конца гарантирует полностью воспроизведение, потому что есть такой момент, что на самом деле, когда вы делаете вычисления на GPU, они там тоже случайные. Вот, там делается, там некоторые алгоритмы, по-моему, для умножения матриц работают на некоторых случайных штуках. глубоких подробностей вот этого всего я не знаю, но это точно так. Вот, и кажется, что если делать их прям детерминированно, то это то ли сильно медленнее, то ли там еще какие-то проблемы возникают. Можем даже, сейчас как тут обучение, ну, по полосу как-то не видно, что стало лучше. Давайте попробуем что-нибудь погуглить на этот счет. Детерминистик. В общем, да, тут говорят, что вот мы прям не можем точно обеспечить, что у нас все будет вообще идеально воспроизводиться, но, типа, насколько можем, мы это можем сделать. Вот для этого вот стоит использовать функцию, которую я вот здесь накинул, которая в торче, фиксирует все, что это возможно в NumPy, если вы вдруг NumPy используете. скорее всего, вы будете использовать NumPy, поэтому пускай будет. Ну, если вы стандартным бетоновским рандомом тоже используетесь, то почему бы не добавить тоже, чтобы оно было фиксированное. Так, чего тут еще есть? Вот, наверное, про, вот, да, про детерминизм. Давайте посмотрим, что-то написано. Вот, да, тут как раз про умножение матриц говорится. Вот, которое, как раз про умножение матриц используется недетерминистический алгоритм. Вот, в общем, вот такой штуки мы, наверное, требовать не будем, хотя я с Лешей поконсультируюсь насчет этого. Вот, вот, такого варианта задать сид, я думаю, будет достаточно. Ну, это если мы говорим про домашку, потому что мы просим вас, чтобы код был воспроизводимый. Так, как тут дела? Как раз блю считается. Ну, кажется, сильно лучше не стало. Вот, проблема в чем-то другом, если она вообще есть. Ну, наверное, она в чем-то есть, потому что, ну, вряд ли модель настолько плохо работает. Если кто-то найдет ошибку, будет молодец. Так, что тут еще по поводу репортисепилити есть. так, как раз, как раз, то есть, так, и, так, Блин, может правда в каком-нибудь, не знаю, порядке имбеддингов что-то сломалось. Может такое быть. Тут вроде все как должно быть. Ты уверен, что ошибка там должна быть? Ну, потому что лоскэш падает, но, типа, ну, капшены очень плохие. Ну, правда, может быть, конечно, и нет ошибки, но как бы странно, что мы тут вроде как более-менее адекватную модель придумали. Нет, она еще не получилась. Ну, тут видно, что она начинает переобучаться просто и там, ну, лоск на тесте просто замирает. То есть она раньше игнорила картинку, ключевых на текст, а понятно, что раньше его спадал на текст, А сейчас, условно, она учится, ну, лоск падает. Ну, у Блиута все равно плохой. Ну, да. Как же там, кажется, вообще нет, и не для Блиута. Ну, потому что тут одна точка. Она, типа, раз в пять эпох считается, она вот где-то вот, 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 типа здесь, наверное, в районе восьми. Ну, что же еще такого может быть? Тут такого. Пам-пам-пам. А, на самом деле, можно проверить, насколько все плохо с эмбеддингами, просто запустив модель, там, например, на нулевые эмбеддинги, и посмотреть, как у нее тогда Блю. Если, если не, ну, если хуже, то, значит, дело в том, ну, типа, если хуже, то, значит, точно наши эмбеддинги как-то помогают. Ну, ладно, видимо, вот от того, что мы доклеили эмбеддинги лучше явно не стало. Ну, то есть лос примерно на таком же уровне и остается. То есть до 75 потолок. Вернее, наоборот, пол. Видишь, он не опускается. Ну, либо действительно датасет настолько сложный, хотя, казалось бы, ну, 30 тысяч картинах это должно быть достаточно, чтобы научиться. Ну, ладно, в трене у нас меньше 30 тысяч. Сколько? 23 тысячи. Ну, ну, да, задача сложная, конечно, да, но, типа, настолько, что все плохо, я что-то с трудом верю. Кстати, когда я экспериментировал, я пытался и не просто брать эмбеддинги из нейронки, а еще и саму нейронку сверточную, да, обучать в этом всем процессе. Но это даже лучше не сделало. То есть оно все так же плохо генерировало. Так, ну, в общем, ладно, мне на самом деле тут больше нечего рассказывать. Разве что про... Ладно, давайте сейчас оно там дочитается до какого-нибудь предела, и мы проверим, что воспроизводимость кода более-менее работает. Ладно, давайте вот сейчас как раз десятой эпохи. Вот сейчас блю посчитается, мы стопнем и перейдем к седам. Ну, кстати, стало чуть лучше. Вот, но все равно, типа, там, лучшее, что у меня получалось обучить, там, не знаю, блю 15, но это довольно далеко от того, что мы можем считать хорошим качеством. Да. Ладно, давайте к воспроизводимости. Ну, в общем, как мы будем проверять воспроизводимость? Ну, как я сказал, у нас есть два источника для случайности. Это инициализация весов и порядок элементов в баче. Ну, давайте мы на что-нибудь такое и посмотрим. Давайте я заведу какой-нибудь модуль. Ну, какой-нибудь, например, просто линейный слой, как вариант. Даже давайте свертку сделаем. Conf. Правда, я там, не знаю, на сколько там, не знаю, из пяти в пяти каналов с ядром, не знаю, три, как вариант просто. Там, не знаю, с каким-нибудь сдвигом, чтобы он был. И посмотрим на просто, как она инициализировалась. Сейчас, чего? А, там точка. Сейчас, что-то много. Ладно, давайте, прям, чтобы она нормально распечаталась, вот так сделаем. Вот у нас просто матричка 3 на 3 и вот тоже параметр какой-то. И, например, мы давайте сделаем какой-нибудь деталодер, в который запихнем просто, не знаю, в какую-нибудь range, например, на 20 элементов. Давайте мы вот к этому еще куску, сейчас, добавим что-нибудь в духе, создадим случайный x, который там, не знаю, чтобы его можно было в эту матрицу загнать, в эту свертку, там, сделаем его, например, там с одним каналом. Нет, ну, один батч, один канал, ну, и там, не знаю, чтобы это было, например, 4 на 4. Вот он у нас, давайте даже 5 на 5, чтобы было. И просто вот такой сделаем. Вот. Так, и вот, даталодер я хотел проверить, что мы его сделаем, shuffle.true. Там, не знаю, ну, каких-то рабочих зададим. Там патч, например. Пускай будет 3, чтобы не делилось. Посмотрим на порядок патчей. Так, ну, вот что-то такое выдается. Ну, и, естественно, каждый раз, когда мы будем это прогонять, у нас тут будут разные числа, потому что, ну, случайность, она случайная. Как это ни странно. Давайте теперь мы попробуем все то же самое сделать, зафиксировав просто случайный сид. Так, невозможно, здесь надо что-нибудь импортировать. Сейчас. Я не верю, что я торч импортирую. Давайте я вот сюда добавлю. Давайте теперь зафиксируем сид. Какой-нибудь, не знаю, вот такой. Так. Вот он у нас отработал. И теперь мы подряд прогоним эти ячейки. Ну, тут тоже получаются какие-то случайные числа, естественно. Вот. Теперь утверждается, что если мы этот сид еще раз воткнем и все те же операции в том же самом порядке проведем, то у нас должны получиться те же самые числа. Так, ну, что, 28, 0, 8, 15, 53. Ну, вроде как инициализация работает. 27, 0, 5. Тут тоже 27, 0, 5. Хорошо. Теперь х. Так, ну вот, например, вот последний 62, 60. Да, 62, 60. Это верно. А, от x, 97, 63, там 41, 33. Такие числа вроде бы есть, да. Ну, и проверим даталозер. Что у меня точно такой же порядок. Значит, 9, 19, последняя. Да, первые 5, 4, 8. Действительно, 5, 4, 8. Значит, если мы теперь, например, накосячили и какую-нибудь из этих операций провели дважды, так что у нас сбился рандом, например, я вот возьму и не один раз x сделаю, а второй раз, то у нас все последующие операции тоже, естественно, собьются, потому что, ну, мы сделали не такой же порядок действий, как в первый раз, и поэтому у нас в какой-то момент случайный генератор переключился, и мы как бы в другое состояние попали, когда мы делали все те же самые действия. Но, опять же, если я верну вот это состояние и проключу все то же самое в правильном порядке нужное число раз, опять все будет работать. Ну, и если я задам какой-нибудь другой сюда сид, такой, например, то, ну, естественно, все поменяется и все будет по-другому работать. Вот, но в целом, как бы, насколько мы можем гарантировать… А, кстати, сейчас у меня тут все, скорее, все хорошо работает, потому что я все это на CPU делал. Давайте пробуем. На CPU точно все воспроизводится вообще без всяких проблем. Давайте то же самое на GPU попробуем сделать. Вот тут уже не факт, что получится. Ну, скорее всего, тоже будет все более-менее нормально. Кстати, даже с CPU по ума есть переносимость. Сейчас. Тут было 17, 85, 39, 50, да? Ну, возможно, там, если есть какие-то отличия, то они в каком-то не первом знаке. Вот. Гипотетически это может привести к тому, что у нас там после большого числа эпоху обучения будет совсем другая модель, вот, но, мне кажется, нам для задания вот такого варианта будет достаточно. Проверим еще раз. Так, тут я уже поменял. Ну, теперь вернем, отставим. Сид. Вроде все то же самое. Да. Такая вот история. Ладно, у меня на самом деле все, что я хотел рассказать. Вот, если что-нибудь еще хотите обсудить, то давайте. Вот, а если нет, то можем разойтись. А, да, давайте, сейчас, ну, я стопну запись. Ну, я стопну запись. Ну, я стопну запись. Ну, я стопну запись. Ну, я стопну запись.